Итак, мы продолжаем наше исследование Торы, Пророков и Писаний. И мы уже закончили книгу «Исход» и приступаем к книге «Левит», которая тоже не носит такого названия в еврейском оригинале. Название «Левит» является тоже названием, которое было дано уже в греческом переводе. И сама книга, и недельная глава, которую мы с вами будем сегодня проходить, называется «Вайкра». Книга «Вайкра» идет в строгой логической последовательности после того последнего события, о котором мы с вами изучали в предыдущей недельной главе. Потому что в предыдущей недельной главе, заканчивая книгу «Исход», облако славы Божьей опускается на святое святых, и Господь начинает пребывать в Своем храме, в скине и собрании. А следующая недельная глава уже начинается такими словами. «И воззвал Господь Моисею, говоря ему, из скине и собрании». Постоянно будут эти слова в книге «Левит» встречаться. Господь продолжает открываться Моисею, но уже не на горе Синай, а Моисей заходит туда, в скине и собрание, и разговаривает с Господом. Потому что святилище поставлено, святилище помазано, ежедневное служение, понятно, что происходит. Но, тем не менее, существует еще целый ряд служений, которые в скине происходят. Как мы говорим, говоря о служении в святилище, как уподобляя его симфонии, которые играет оркестр, мы говорим о том, что ежедневное служение – это, что ли, ритмическая группа, которая задает нам определенный ритмический рисунок. Но туда вплетаются уже непосредственно определенные партии. И что мы с вами будем видеть в книге «Воикра», в тех недельных главах, которые мы будем с вами разбирать, это то, что Моисей получает указания относительно жертв, которые лично может человек принести в храм, относительно ежегодных служений, еженедельных служений и ежемесячных служений, которые происходят в святилище. Наша недельная глава посвящена личным жертвам, которые может человек принести во святилище. Мы видим сразу здесь, в первой главе, идет у нас такое вступление. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу?» То есть, кто из вас хочет принести жертву Господу? Таких жертвоприношений или ритуалов всего пять. В нашей недельной главе это все ритуалы, которые может совершить человек во святилище. Первый ритуал – это всесожжение или называется «Ола», что означает «восходящий вверх». Затем идет хлебное приношение или минха, которое тоже совершать может человек. Затем идет мирная жертва. Эту жертву совершают тоже по желанию. И поэтому вот это у нас таких три жертвы, которые совершаются по желанию человека. Мы только что прочитали. «Если кто из вас хочет принести жертву Господу». По желанию это совершается. И разные здесь жертвы есть в всесожжении и в мирной жертве. Есть, например, жертва тельца. Есть, например, жертва из мелкого скота или из овец или из коз. Есть жертва из птиц. Ну и минха, то есть хлебное приношение – это тоже своего рода жертва уже для тех людей, которые настолько бедны, что они не в состоянии больше ничего себе позволить. Но, тем не менее, они все равно могут прийти в храм и тоже могут принести жертвоприношение. Мирная жертва – это существенное отличие храмового служения в Древнем Израиле от языческих храмовых служений. В храмовом служении здесь социальное положение человека не является препятствием для доступа к Богу. Мирная жертва – это тоже жертва, которая приносится по желанию. Мы видим, что она приносится от обета или по усердию. Позже в книге «Второзаконие» в последующих наших недельных главах мы поймем, что мирные жертвы – это в основном были такие пиршества. Пиршества, которые прославляли Бога, которые происходили как раз там, где находился храм, куда люди сносили свои приношения. Если жертву всесожжения, она полностью сожигалась, то мирная жертва – от нее сожигался только тук. Некоторые исследователи шутят, что Господь очень хорошо знал, что человеку не полезно. Конечно, в той культуре, особенно на Ближнем Востоке, самой вкусной считается самая жирная часть. Даже сегодня у бедуинов есть такой обычай самых дорогих гостей. Они режут барана и раздают самым дорогим вот такой внутренний жир надпочечный в районе печени. Такой курдюк, то, что называется, тоже дают. Ну, а самому почетному гостю обычно дают покушать глаз. Вот, это такое понятие. А Бог, Он знал, что сие для человека не полезно, хотя человек думает, что это самое вкусное. И Он говорит, ты хочешь мирную жертву кушать – кушай. Только весь вот этот жир давай соберем и на жертвеннике сожгем. То есть, человека приучали отдавать Богу самое дорогое, но на самом деле Бог-то знал, что это самое дорогое. Оно человеку как раз меньше всего нужно. Мирная жертва – это было такое благодарственное пиршество, на которое, забрав мясо после жертвоприношения и отдав, соответственно, порцию священнику, человек мог пригласить гостей и радоваться, и веселиться перед Господом. Это то, что называется добровольное жертвоприношение. Однако же, 4 и 5 главы книги Левит описывают нам уже не добровольные жертвоприношения. Жертвоприношение, которое необходимо было принести уже грешнику, который согрешил. Если человек оступился где-то, если человек чего-то такого сделал, что нарушает заповеди Божьи, если потом это ему становится известным, он виноват, он виновен, он должен был принести жертву за грех или жертву повинности. Разница между жертвой за грех и жертвой повинности заключается лишь в том, что ритуал один и тот же, но жертва повинности включала еще возмещение ущерба, который человек мог нанести этим грехом. Или что-то скрыто, или что-то украдено. И поэтому, например, Бог говорит, если кто-то совершил что-то против посвященного Господу, он должен полностью восстановить и тогда только принести покаянную жертву повинности. И мы видим тоже, что разный социальный статус человека определяет размер жертвоприношения. Если человек ездит на 600-м Мерседесе, то ему надо принести тельца. Если человек ездит на форде, то ему надо принести овна или козла, потому что особи мужеского пола, они всегда дороже. Ну, если человек ездит на автобусе на работу, то ему тогда козу или овцу. А если человек уже такой бедный, что или имеет инвалидность, или уже на пенсии, ну, то можно принести птичек. Опять мы видим, все эти жертвоприношения, они определенным образом имеют градацию в зависимости от социального статуса человека. Но в данном случае уже выбора нет. Это уже не жертва по желанию, а это происходит жертвоприношение, потому что мы видим, что человек что-то сделал, и он должен ее принести, если он хочет сохранить взаимоотношения с Богом. В чем же отличие этих жертвоприношений и что они, в общем-то, символизируют? Давайте пронаблюдаем. Вернемся к жертве всесожжения. Жертве, о которой мы уже знаем, потому что именно ежедневные жертвы всесожжения, они обеспечивают постоянную работу святилища. Это одна из интегральных частей ежедневного, постоянного служения во святилище. Но человек тоже мог принести жертву всесожжения. Мы видим на примерах Давида и других библейских героев, когда у этих людей имелась проблема с Богом, и человек отступал. Жертва всесожжения – это своего рода перезаключение завета с Богом, восстановление взаимоотношений. И мы здесь видим, как начинается и как проходит этот ритуал. Четвертый текст. И возложит руку свою на голову жертвы всесожжения. Первая глава, четвертый текст. И дальше написано. И приобретет он благоволение во очищение грехов его. Что мы видим с вами? Еще ничего не происходит с жертвой, еще никакого действия не произведено, только лишь возлагается рука, и уже происходит очищение этого человека. Он уже приобретает благоволение. Все дальнейшие действия, они уже происходят, но человек уже очищен. Человек получил благоволение перед лицом Господа. Все остальное делают священники. Они кропят кровью, они разделывают тушу, они вымывают. Все, но человек получает полное очищение перед Богом. А что мы видим, если сравним этот текст с текстом четвертой главы книги Левит? И у нас здесь в этой главе идут повторы ритуалов. Здесь мы видим такая вот есть, значит, пример из 27 текст. Значит, так описан ритуал. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповедей господних, чего не надлежало делать, и виновен будет. Вы видите разницу в 1 глава 4 стих. Если кто хочет принести, пожалуйста, приносите. А здесь, если кто и согрешит по ошибке, и виновен будет. И дальше написано 28 текст. «То когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Ну, мы уже говорили о том, что это кто-то из народа земли, это простой человек, у которого есть работа, но уже машину он себе не позволит, он ездит на работу на автобусе. Поэтому ему спрос коза – это в отличие от особи мужского пола, коза дешевле. И дальше написано. Что мы видим с вами? Мы видим с вами те же самые процессы. Здесь в 1 главе у нас тоже написано о том, как сыны Ароновы, священники, принесут кровь и покропят кровью со всех сторон жертвенник. То есть, похожие действия, но не хватает одного. Не хватает здесь того, что имеется в книге Левит 1 глава, что человек, возложивший руку на голову жертвы всесожжения, сразу же получает благоволение во очищение грехов. Давайте посмотрим, где у нас происходит очищение грехов. 30 текст. И возьмет священник крови ее перстом своим и возложит на роги жертвенника всесожжение, а остальную кровь выльет к подножью жертвенника. И весь туг отделит, подобно как отделяется туг от мирной жертвы. И сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник и прощено будет ему. Вот где у нас очищение. Но в чем существенная разница? Разница заключается в том, что очищение, о котором идет речь, жертвы всесожжения, наступает в самом начале, еще до ритуала. А здесь очищение наступает в самом конце и очищает священник. Это очень существенная разница. Что эта разница может символизировать? Символизирует оно два разных этапа нашего спасения. Когда мы приходим к Богу с покаянием, Господь принимает нас такими, как мы есть. Когда мы приходим к Богу с нашим багажом, который у нас накопился за жизнь, мы получаем сразу же прощение. И Господь говорит, грехов их не помяну более. Об этом нам сказано в нашей гавторе, которая рекомендуется у нас к этой недельной главе. И эта гавтора, она говорит, еще раз разъясняет Израилю, что такое являются эти жертвоприношения. Написано 22 текст, 21 текст и ниже. «Этот народ я образовал для себя, и он будет возвещать славу мою». Здесь мы очень четко видим ту цель, как формулирует ее пророк, которую Бог ставит для своего народа. Об этой цели мы постоянно с вами говорим. Что это народ Божий, который славу Божью должен возвестить по всему миру. Но дальше идет обличение. «А ты, Яков, не взывал ко мне. Ты, Яков, ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не приносил мне агнцев твоих во всесожжение жертвами твоими. Не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом». Видите, здесь пророк очень четко показывает, что вот эти вот добровольные жертвы всесожжения, Бог их не заставляет приносить. Но через эти жертвы всесожжения, Бог, народ возвещает другим народам славу Божью. И смотрите, как это Гафтара заканчивается. «Но ты грехами своими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради тебя, ради себя самого. Грехов твоих не помяну». То есть мы видим здесь, что вот эта основная проблема, которая беспокоит зачастую, особенно христианина – «Опростил ли меня Бог?» И в книге «Левит» первая глава, когда мы смотрим на всесожжение и этот ритуал, «И когда мы читаем Гафтару, мы видим, что Бог, Он не злопамятный. Он не занимается тем, что в своей голове продолжает перемалывать и переваривать память о наших преступлениях. Но в чем же дело? Почему в жертве за грех все по-другому? Проблема не в Боге, проблема в нас. Жертва за грех, она предназначена для нашего очищения. Ибо прощение – это не полное решение наших проблем. Когда у нас боелит голова, можно выпить аналгин, и, возможно, голова перестанет болеть. Но решит ли аналгин нашу проблему? Понимаете, когда больной приходит в скорую помощь, и у него острое состояние, конечно же, врачи сначала обезболят его, и, может быть, дадут ему какое-то снотворное, чтобы каким-то образом у человека успокоить и снять этот болевой шок. Вот это то, что происходит, когда человек приходит к Господу с его жертвой всесожжения. Господь снимает болевой шок от того груза грехов. Он сразу же снимает с нас этот багаж, забирает и выкидывает на глубину морскую. Но наши проблемы-то остаются, потому что мы больны. У нас была одна женщина, у которой постоянно были камни в почках. И решили пересаживать почку. Но оказалось, что эти камни в почках, они вырабатываются печенью. И врачи говорят, зачем нам пересаживать почку? Мы сейчас пересадим почку, а потом печень опять выработает камень и опять почку разорвет. Надо лечить проблему. Надо адресовать источник. И вот что происходит. Это решение проблем, оно как раз показано в книге Левит, 4 глава, где происходит очищение человека уже с помощью первосвященника. Вот это две разницы. Вот это два этапа спасения, которые уже Новый Завет называет оправданием и освящением или очищением. Оправдание лишь решает проблему нашей боли. Но оно не может решить проблему нашего характера. Вопрос здесь не в Боге, который не может простить. Вопрос в нас, которые не могут изменить свой характер. И Бог желает нас лечить. Главное, чтобы мы захотели лечиться у Бога. Прощение не решает проблемы нашего характера. И если алкоголик попал в больницу с инфарктом, и врач говорит ему, вам больше нельзя пить, после излечения алкоголик приходит домой, все нормально первые две недели, а потом соседи зовут его на вечеринку, он опять напивается, у него повторный инфаркт, и он опять оказывается перед тем же врачом и говорит, доктор, простите, что доктор на него сердит. Нет, этого человека надо в реабилитационный центр, чтобы избавить его от химической зависимости. Вот почему для нашего исследования Нового Завета, параллельно нашей Гавторе и недельной главе, мы предлагаем послание Иоанна 1, 1 и 2 главу, где написано, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя, ибо истины в нас нет. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведным, простит нам грехи наши, раз, и очистит нас от всякой неправды. Вот эти два действия, которые желает нам сделать наш священник. не только простить нас, но и еще очистить нас от всякой неправды. Редактор субтитров А.Семкин